Музыка Теперь рассмотрим новый вариант первого задания, в котором будем использовать веб-камеру, для того, чтобы студент мог видеть видеоизображение говорящего преподавателя. Повторим уже знакомые нам предварительные действия. Откроем сайт с адресом screencastomatic.com и нажмем кнопочку Start Recording. Запускается веб-интерфейс для захвата видео. Вот он запустился, готов к работе. В качестве образца я буду записывать видеоизображение своего сайта с нашим учебным курсом. Однако я немного увеличу размер зоны захвата, для того, чтобы было видно видеоизображение говорящего. И для начала я открою настройку выбора веб-камеры. Если я выберу встроенную в мой компьютер веб-камеру или фактор, я выберу изображение с внешней веб-камерой. Вот это внешняя веб-камера. У нее больше возможностей, лучше цветопередача. Вот я выбираю другую камеру. Вот. И у нее более удобные настройки по выбору ракурса съемки. Мне так удобно. Хотя разницы никакой принципиальной нет. И я изменю все-таки зону захвата побольше, чтобы в это пространство он сюда мог вставить потом видеоизображение. И так включаю кнопку записи. Пошел обратный отсчет. Пошла запись. И вот я в ходе этой записи что-то демонстрирую. обучаемым, как устроен обучающий курс. Точнее, структура веб-страницы преподавателя. Могу показать какое-то видео в ходе записи. Вот пошла загрузка видео. Все идет замечательно. Ну и так далее. Не важно что, но я сейчас производил запись. Показывал какие-то схемы. И теперь я нажимаю кнопочку даун для завершения видео записи. Появился знакомый нам интерфейс для просмотра. Пошла запись. И вот в ходе этой записи что-то демонстрирую. Обучаемым, как устроен обучающий курс. То есть структура веб-странице преподавателя. Замечательно. Моя запись пошла успешно. И вот видите, я могу переместить окно с видеопоказом говорящего преподавателя в нужное мне место. Я решил выбрать здесь. Слева. Могу показать. Запись выполнена успешно. Осталось присвоить ей имя. Мы выберем имя. Проба записи. Задача решена. Мы научились записывать видео-захват и видео-изображение говорящего одновременно. на. До встречи. До встречи. До встречи. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин